Здравствуйте, господин президент, спасибо, что вы нам дали возможность с вами встречаться и задавать все острые и неострые вопросы, которые не только у нас, но и у всего мира. Я бы хотел начинать с ситуации в Беларуси, если вы позволите. Два года назад начали здесь самые большие демонстрации, протест против вашей власти, за всю постсоветскую историю, и после этого сотные люди были заключены в турму. Почему бы не позволить оппозиции свободной СМИ существовать в Беларусь? Оппозиция у нас существует и свободные СМИ в том числе. Мне с вами проще говорить, потому что Франц Пресс, насколько я информирован, что вы люди свободолюбивые. Где-то и власть вас недолюбливала и недолюбливает, но вы держите свою линию. Поинтересовавшись вашей работой, я не заметил там антигосударственной какой-то позиции, что вы выступали против Франции, даже против Евросоюза. Я уже не говорю о других странах. Вы всегда занимали свою нишу, вы своими глазами смотрели на мир, ну и, если можно так сказать, были более-менее объективными. Вот я за такие средства массовой информации, чтобы эти принципы основные не нарушались. Но главный принцип из тех, что я перечислил, ни в коем случае не делать хуже для своей страны, не бороться против своей страны, против собственного народа. Страна раз и навсегда дается тебе, а народ не переделаешь. Ты должен соответствовать народу, духу, традиции. Я за это. Ничего подобного наша оппозиция не представляла. В том числе и так называемые свободные средства массовой информации. Всегда есть определенные недопонимания, есть определенные конфликты, возможно, в любом государстве со средствами массовой информации. У представителей власти, гражданского, как вы говорите, общества и людей. Определенные бывают столкновения. Но с той оценкой, которая дается на Западе нашей внутриполитической ситуации, я категорически не согласен. Она заведомо направлена в нужное русло, так как это надо Западу. Ну, например, вот вам не нравится Лукашенко, значит, его можно мочить всячески. Вот вы говорите, у нас сотни заключены в тюрьмы. Ну, если уж говорить о ком-то из так называемой, так называемой оппозиции, о которой вы сказали, хотя с оппозиции это ничего общего не имеет. Это люди, выступившие против государства. Против государства, не против власти, против государства и против собственного народа. Открываем закон, конкретная статья. Суров закон, но он закон, как во Франции говорят. По определенной статье были осуждены. Так я здесь при чем? Никаких сотен, как вы, ну, раньше говорили ваши сторонники, политзаключенные. Вы сейчас говорите от оппозиции. Есть оппозиции, есть НПОшники, есть журналисты. Которые финансируются из-за рубежа, в основном через Польшу, Литву. И мы во всей красе сейчас видим, какую политику, к примеру, проводит Польша. И что вы хотели, чтобы я спокойно смотрел, что Польша видит в своих владениях, цитирую их, в своем составе всю Беларусь. Ну, если бы завтра Германия заявила, что они хотят видеть в составе Германии Францию. Какую бы вы позицию заняли? Вот я и жестко на это реагирую. Я как президент, мои основные полномочия, вы это знаете, защита суверенитета и независимость государства. Прежде всего, я это делаю. Если против этого будет бороться оппозиция, какие-то отдельные люди, или государство будет претендовать на суверенитет, независимость в Беларуси, я во весь рост встану и буду против этого бороться. Надо с оружием в руках. Вас на Западе особенно часто говорят, что вы диктатор. Что вы думаете об этой описании? И для вас какая разница между диктатурой и той системой правления, которая у вас есть здесь? Разница большая. Никакой я не диктатор. Ну, а если диктатор, говорят, последний диктатор Европы, если так, то вам повезло. Я на это так реагирую. Вы встречаетесь с последним диктатором Европы. Уже такого не будет больше. Поэтому вам повезло. Что касается разницы между системой власти диктатуры и нашей системой власти. Согласно нашей конституции, наших законов, а конституции у нас принимали с референдумом, все конституции и поправки конституции, у нас элементы авторитаризма в государстве присутствуют. То есть президент обладает большими полномочиями. Даже может быть большими, чем во Франции. Хотя конституцию, когда мы принимали на референдуме в 90-х годах, мы очень многое заимствовали у вас, французской конституции. У Российской Федерации мы подсмотрели кое-что, у Казахстана, ну и так далее. То есть мы не создали что-то эфемерное и исключительное. Мы брали опыт других стран. Да, у нас система власти такая более жесткая. Я даже не исключал бы слово авторитарное, но ни в коем случае не диктатура. Вы знаете, для того, чтобы диктовать, а слово диктатура, я это прекрасно понимаю, и вы тоже поймете сейчас, надо иметь определенные рычаги, влияния и ресурсы. Какие у Беларуси есть ресурсы, чтобы диктовать Франции? Чтобы диктовать Польшу, Литве, Латвии, Украине, России. Какие у меня ресурсы? Никаких. Если понимать, как мы понимаем диктатуру эту, то диктовать в нынешнем мире, ну, наверное, могут только Соединенные Штаты Америки. У них для этого есть все. Сила, население, территория и станок печатный. Даже во Франции не может быть диктатуры, несмотря на то, что она ядерная держава. Я имею в виду диктатуру диктовать собственному народу. А, вы хотите сказать не вовне, а внутри? Внутри. Я не зря начал разговор с внешней ситуацией. Вы знаете, когда ты знаешь свое место в этом мире и знаешь, какому давлению ты можешь быть подвергнут, ты всегда будешь смотреть по сторонам, на внешний фактор. И тебе никто внутри страны не позволит диктовать, как это думают я диктую, собственному народу. Поэтому, слушайте, ну, какая диктатура? Вот вы в Минске второй раз приехали, не знаю, вчера или сегодня. Вы как опытный журналист, несмотря на свою молодость, вы, понимаете, должны были воздух вдохнуть и почувствовать эту диктатуру. Вот я уверен, что с первого, если вы в аэропорт прилетели, вы не увидели этой диктатуры. Да, жесткая дисциплина, порядок, требовательность к органам власти может быть и на народе это как-то отражается, но только я так хочу и так считаю, действую, чтобы это было лучше для людей. Я почему с вами и согласился на интервью, когда вы узнал, что вы человек независимый и ваша компания независимая. Что вы можете, ну, насколько это возможно в этом мире, высказать независимую точку зрения. Поэтому, ну, что мы будем тут говорить, какая у нас диктатура, какая у вас, как у нас тут задерживали людей, как у вас, а у вас желтые жилеты. Вот мне с вами очень просто говорить. Вы мочили своих французов. Я никого не мочил. Вы нет. Власти. Мочили так, и это уже нельзя было скрыть. Мы это видели. Вы это показывали. А зачем вы избивали людей, которые не против власти вышли воевать, а попросили у власти, чтобы жить им было лучше? А вы их квасили, дай бог. А лошадьми, собаками травили в Голландии, Нидерландах людей. А у Польши что творилось, когда женщины вышли против абортов, выступили там, и так далее, за другие вещи. А почему вы, Евросоюз, почему вы закапывали, убивали людей на границе с Белоруссией, беженцев, и закапывали на границе? Почему до сих пор не расследовали преступления поляков? Почему? Если вы хотите, мы вам покажем места, куда вы закапывали людей. Если позволите, я бы хотел чуть-чуть про Украину теперь говорить. Уже про Евросоюз не будем, да? Ну, это главный кризис нашего времени, это прямо у ваших границ. Ну да, вы его создали, этот кризис, это рукотворный, вами созданный кризис в Украине. Ну, теперь уже не кризис, теперь уже война. Вы породили эту войну, это мое не просто убеждение. Я сто процентов на основании фактов это могу доказать. Вы породили и продолжаете эту войну. И Франция, в том числе ваша, недавно шесть установок дальнобойного орудия «Цезарь» или как он называется, они везут туда. Россия знает, как вы повезете эти «Цезары» туда. И как только они в Украину прибудут, высокоточным оружием их накроют. Поэтому подумайте, стоит ли это делать. А то, что придет, они продадут России. Вы же знаете, две установки «Цезарь» украинские власти продали России. В России на танкостроительном заводе их уже разобрали и смотрят, что там можно использовать. Это факт. Вы знаете об этом? Нет, я не знаю об этом. Знаешь, я вижу по глазам, что знаешь. Нет, я не знаю. Не знаешь, ну вот тебе факт. Какая роль Беларуси в этой войне? Величайшая. Первая миротворческая. Как только начался этот конфликт, зная в целом, без деталей, что происходит и что произойдет, я целый день звонил Зеленскому и просил его, Володя, сядь, пожалуйста, за стол переговоров. Это же тебе не во вред. Ну, общайтесь. Любой мир всегда лучше самой хорошей войны. И он на это ответил. И три раунда переговоров в Беларуси состоялись. И весьма успешные были раунды. Потом вы начали пресекать всякие переговоры Украины и России. Вы меня упрекаете, что я агрессор. А вы кто? Вы же туда оружие поставляете. Ваши наемники. Наемников там 20 тысяч перевернулось. Всего 20 тысяч. В том числе и с Францией. Я спрашиваю у вас, как у представителя западных СМИ, допустим, где вы видите факты нашей агрессии в Украине. Мы же там не воюем. Оружие мы не поставляем России. Мы своих солдат туда не завели. А вы? Зачем развернули на границе четыре дивизиона? Зачем? Зачем вы нацелились против нас? И мы сейчас видим, что по нам бы нанесли эти удары. Поэтому россияне наносили удар своими ракетами, по-моему, Искандерами, я не помню, для того, чтобы обезопасить свои подразделения. Я поддерживаю Россию в том, что они вас упредили. Если бы военные России проморгали этот момент, они вынуждены были бы встретить массированный удар со стороны войск НАТО, а не Украины. Сейчас не Украина воюет, сейчас вы там воюете. Ваши наемники и ваше оружие. Так вы же еще большие агрессоры, чем Беларусь. А мы, мы и до сих пор говорим, да, мы участвуем в операции. Но каким образом? Мы закрыли запад, юго-запад Беларуси, чтобы вы оттуда не ударили в спину русским. Вот наше участие. Да, мы лечили раненых, погибших людей принимали на территорию Беларуси. Мы лекарства передавали и передаем и украинцам, и россиянам. Это наше участие в этой операции. Мы людей не убиваем. Но вы смотрите на будущее сейчас с оптимизмом? Или вещи могут становиться еще хуже? Да, я смотрю с оптимизмом, потому что у меня, как и у вас, есть дети. Я не могу не быть оптимистом. Я хочу, чтобы наши дети жили не так, как мы даже, а жили лучше. Вот основа моего оптимизма. Так что все закончится хорошо? Если вы этого захотите, закончится хорошо и для вас даже неожиданно быстро. Воспользуйтесь этим моментом. Натовцы, американцы, особенно европейцы. Слушайте, ну зачем вы в Европе поставили в такое положение своих людей? Французов, немцев и других. Ну зачем? Ну давайте жить мирно. Вы представляете, я однажды высказал шальную мысль. Вот если бы вы, европейцы, были дружны с нами, с белорусами, россиянами, альянс, он бы был экономически, финансово, технологически, в военном отношении непобедим. Мы бы не воевали против кого-то ни было. Огромные ресурсы, территория на востоке и высочайшие технологии на западе у вас, у немцев и так далее. Вот где ваше счастье. Ну, вы не можете эту политику проводить, вам не дают. Вот сейчас евро упало до уровня доллара. Американцам уже хорошо. Ну неужели вы этого не видите? Вы все видите, все понимаете. Ну, нет Деголя, даже Ширака, даже нет Коля, даже Меркель нет. Посмотрите, что творится в Великобритании. В Италии какую-то возню затеяли. Вы видите, что происходит. Что происходит в восточноевропейских странах, типа Польши, Литва, Латвии. Там же властям доверяют 15-20%. И если честно пройдут выборы, просто нынешние Дуды, Моровецкие будут сметены. И так и будет. Ну, зачем вы усложняете эту жизнь? Ну, давайте жить дружно. Давайте, мы к этому готовы. Тем более Россия. России ничего не надо, у нее все есть. Ей надо мир, спокойствие, торговать. Ей надо продать газ, а вам надо купить. Зачем вы блокируете? Покупайте этот газ, платите. Зачем вы санкции вводите? Ну, невозможно. Миллиарду человек, у вас миллиард, который вводит санкции, против 6-7 миллиардов ввести санкции, невозможно. Вы же подтолкнули мир к тому, что он будет другим, не в вашу пользу. Вы что думаете, в Иране просто так собрались? Иран, Россия и Турция? Натовская страна? Нет. А Индия, Китай? Они же не поддерживают вас. Им войнушка не нужна. Даже Южной, не говоря о Северной Корее. Даже японцам. Им это не надо. Они наелись этих войн. Они хотят в мире жить. Зачем вы взбудоражили весь мир? Не нужно это делать. Надо остановиться, договориться, закончить эту катавасию, операцию и войну в Украине. Давайте остановимся, а дальше разберемся, как жить. Может, придет время на нашем с вами веку, что люди не будут считаться даже с границами. К этому все шло. Свободно перемещались, границы условностью были. Поэтому давайте остановимся. Не надо идти дальше. Дальше пропасть. С ядерной войной. Не надо к этому идти. Спасибо.